Друзья, приветствую! Валерий из Москвы прислал посылку с образцами масла Shell Helix Ultra ЕКТ 530. Так, это C3 масло. Значит, вот две баночки. Отработка свежая. И описание автомобиля. Это BMW X3. Трехлитровый дизель. Мотор B57D30A. Совсем свежие. С пробегом 7000 км. Пробег на масле 5000 км. 190 мч. Так, вот баночки. Значит, эталон данного масла у меня есть. Поэтому я сейчас сравню образец свежего с тем эталоном, который есть у меня. Так, давайте посмотрим. Закладываю пару капель. Сейчас посмотрим, что намерит прибор. Так, посмотрите. Значит, 94 по противоизносным присадкам. 1,69 кислотное. 7,9 щелочное. В эталоне у меня 8,1 щелочное. 1,7 кислотное. Ну, это рядом совсем. Ну, и чуть-чуть, видите, по противоизносным. Чуть меньше. То есть, в принципе, видно, что масло идентичное. Но чуть-чуть как-то слабее. Хотя здесь погрешность прибора на 0,01 кислотное меньше. На 0,2 меньше щелочное. Ну, и на 6% противоизносные присадки. Так, все. Можно проверять отработку. Ну, информация вот такая коротенькая. Мотор. Мощность. Пробег на масле 5000, как я уже сказал, 190 мч. Ну, и средняя скорость 26 км в час. Ну, похоже так на городской режим с некоторыми такими выездами на трассу, скажем так. Или кольцо. И смотрите, что намерил прибор. Значит, 68% по противоизносным присадкам. Гликоли нет. Нитрование все в порядке. Сажи 0,22%. Да, невысокий уровень. В 10 раз меньше порога предупреждения примерно. То есть топливное. Ну, понятно, что здесь вопросов не должно быть. Машина фактически новая. Но странная вот картина по кислотному и щелочному. Кислотное за этот пробег наросло достаточно сильно. На 1,2 единицы. И прилично присело щелочное. По воде. Воды тут тоже чуть больше, чем в свежем. Вот. Честно говоря, загадка. Я думаю, что должно отработать было получше. Как-то слабовато. Сейчас покажу вам сравнение. Потом прогноз. И не знаю. Поделюсь своими предположениями, почему так. Может быть, я ошибаюсь. И вы поправите меня. Так. Заложил. Ну, и смотрите. Да, видно городской режим. Есть некоторое небольшое разжижение. Я оценил 26% от максимального до красной риски. Ну, это для города нормально. Тем более Москва. Там пробки. Такая достаточно невысокая средняя скорость. Так. Так, кстати, не забывайте отметить видео. Поставить палец вверх. Подписаться, кто не подписался. Нажимайте колокольчик. Так, не пропустите новые видео. И прогноз ресурса у меня получилось по тем данным, которые есть, как-то совсем слабо. 5,8 по километражу. 220 часов по моющим нейтрализующим свойствам. С нейтрированием проблем нет, как видите. Ну, дизеля, да. С вязкостью. Ну, вязкость городская, да, наверное. Там до 1000 моточасов. 730 моточасов. Ну, вот вопрос, почему так подсело... Подсело щелочное и выросло кислотное. Возможно, я вот так думал, возможно, это связано с тем, что машина еще, в общем-то, не прикаталась должным образом. Находится еще в прижиме обкатки. В масле достаточно много там продуктов износа. Вот первое время они присутствуют. Вот. И, возможно, это повышает вязкость, как-то температуру или мотор горячий настолько. Ну, для дизеля удивительно, удивительно. Еще бензин я бы понимал это, но здесь какая-то картина. Не знаю, поделитесь предположениями, что такое может быть. Я перепроверял несколько раз. Все время цифры, ну, плюс-минус получаются одинаковые. Ну, понятно, что там есть какие-то погрешности, но, тем не менее. Вот. Завис я с этим образцом. Тоже, как бы, не верилось, что настолько... Ну, свежий автомобиль и... Вот. Я не думаю, что какие-то проблемы с ним есть, но, тем не менее. Хотя общая тенденция может быть к тому, чтобы, ну, повышать температуру двигателя. И из-за этого и вот такая картина. Благодарю, значит, Валерия за предоставленные образцы, за поддержку канала. Пишите, что думаете по этому поводу. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.